Всем еще раз привет, добрый вечер, дамы и господа, с вами студия РУХАП, Олег Минтгот у микрофона и еще один матч на то, чтобы одной из команд попасть на CIS-минор, а именно либо команде Авангард, либо Андрпрэша. Эти команды вы замечательно знаете, 100%, потому что за Авангард, ну, ребята играют уже старенький довольно, Андрпрэша, тут еще более пенсионерный, можно сказать, возраст старички Старикс, хуч, ну, остальные не такие, чтобы старенький CIS-д, давно вам известный парень с Куби, наверное, не такой популярный, но, в принципе, калинку вы знать должны по стакам Сереги Старикса, как-то вот так. Поэтому, посмотрим, это матч за выход уже на CIS-минор, либо же попадание в нижнюю сетку, калинка вместе со своими парнями пытается ворваться на Аплэнд, и у них это вполне может даже получиться, но это был фейк, и за счет того, что потеряли калинку, уже врыв на Аплэнд, Бустер не смог расправиться с оппонентами, с Кубик сдает два минуса, остается лишь один игрок защиты, это Гиггерт, который здесь тоже должен погибать, мне остается только 2% здоровья, и он тоже отлетает от команды Андрэша. Андрэша. Название этой команды переводится как под давлением, но вот вопрос в другом, под давлением кого или чего находятся ребята? Может быть, мне кто-нибудь и ответит на это все. Прошли Андрэша через открытые квалификации, прошли, по-моему, только со второго раза, если не ошибаюсь, в них там тоже было все довольно сложноватый доп, и некоторые карты не получались, но сейчас, обыграв, уже первые свои команды, я даже скажу, кто кого обыграл, команда Андрэша обыграла команду Монолит, и попала уже вот на практически финишную прямую, а команда Авангард долго, упорно боролась с Пак Старс, и на первой карте у них, чтобы вы понимали, был счет 28-26. В пользу коллектива Авангард на Мираже там Пак Старс очень жестко давали отпор. Как вы понимаете, сколько получается? Три, четыре серии допов было. Четыре серии допов! Это же жесть какая-то, жесть. Что происходит вообще? Непонятно. Но две команды уже определились на выход на ЦС Минор, это команда Спирит, и также мы посмотрели уже на этой трансляции сегодня, буквально час назад, за матчем белорусской команды, господи, как же называется-то? Все, память уже ни в какую. Там с тем временем Кикерт находит свою смерть, Джейм дает ответный фраг, но Хуча также пропушил Кризена, нафармил плюс 600, и в принципе потеря одного фармгана еще пока ничего не стоит. Такого ж мы смотрели только что. Немигу, во, Немига вышла, да, но гамбиты не смогли показать скилуху. Скубикса теряют также игроки команды Андерпрэша, нужно подбирать девайс, но пока Хуч фармит, у него получается нафармить себе уже плюс 1200 за этот раунд, но двою спа, опять же, здесь в этой ситуации ничего не поделают, нужно ждать. Да подождите же, Сист теряет свою жизнь, а вот это уже, знаете ли, печальненько. Но Хуч бежит, понимает, что калажников уже не спасти, хотя может быть сейчас Калинка, литовский легионер команды Андерпрэша. Да, бежать, хватать, бить, отлично. Все хорошо. Ну, общался я с Серегой Стариксом, да и с Хучом, наверное, тоже некоторое время назад, но с Хучом не так плотно. Вот с Серегой мы пообщались по поводу того, что происходило вообще в команде, какой настрой. Не буду вам, конечно, все инсайды выдавать, но, в принципе, команда мотивирована по большому счету, но не все ее игроки, скажем так. Не все. Вот, поэтому вполне возможно, что сегодня это отобразится по статистике, а вполне возможно, что все будет ровненько. И Старикс вместе с Хучом, эти вот мастодонты Контр-Страйка, дадут ребятам дополнительную мотивацию и поставят вот этот корабль, который под давлением на нужный путь. Уже размины. Нашли Хуча, в размины шел Бустер. Раскидки у команды в ангар практически нет, остается Смок до Молик. Снайперская винтовка, правда, присутствует, но не Дефюс Китов. Короче говоря, в ангаре закупились и рассчитывают только на стрельбу, либо же ошибки от Андерпрэша. Карта Детрэнда, выбор как раз-таки этого микса Андерпрэша. Авангары взяли себе карту Демираж. У нас тут врыв уже по точку Б, хорошая раскидка Смоков по линеечкам. Ну и Скубикс уже врывается в стройку по телемолике. Тут врывчик и Фич находит фраг по Сизду. Скубикс дает ответный минус по Фичу. И, в принципе, 3 в 3 можно попытаться ретейкнуть, но, опять же, без какой-либо информации. Откроется ли Скубикс. Да, замечает его Кризен. Был 6-ти хиповый игрок атаки. Калинка с АВП ждет каких-то действий от команды Авангар. Пока что на верхней парочке ничего не открывается. Серега Старикс навешивает хэдшотов. Можно попробовать еще и против Кикерта. Также отваливается еще один игрок команды Авангар. Ну и Джейми нужно бежать и сейвить свою снайперскую винтовку. Старикс заметит ли снайпера команды. Джейми не промахивается. Ну и теперь остаются два авика. И Калинка понимает, что этот раунд уже точно уходит его команде. Третий для Андерпрэша. И, кстати, третья карта у нас вполне возможно будет ДАС-2. Если по картам сыграют команды 1-1. Но что по статистике для этих команд. Карта Детрейн была сыграна миксом Андерпрэша только один раз. И они эту карту проиграли. У команды Авангар Детрейн был сыгран 9 раз. И процент выигрыша 56, то есть 5. Карты с 9 они забрали. По карте Демираж 4 Миража успели сыграть Андерпрэша. И из них 2 они затащили. Ну а Авангаров это одна из лучших карт. 14 карт и 71% винрейта. То есть примерно сколько там 10 карт они взяли себе. Ну и ДАС-2 здесь довольно ровный. Сам по себе процент выигрышей плюс-минус одинаковый. Поэтому если будет ДАС-2, то вполне вероятно, что там будет такая плотная заруба ровно 50 на 50. Так что все может быть. Андерпрэша уже в атаке берут из себя 3 раунда. Есть попытка выхода на 4. Как мы с вами знаем, на трейне атака является стороной более слабой. И зачастую здесь сложно набирать самые раунды. Но тут у нас интересный стак на верх-низе. Хаешка отлично. Залетает по двоим. Там сразу трое игроков защиты, которых могут и не ожидать. Да вообще команда Авангард находится всем составом на Аплэнте. Либо же в близких позициях. Если сейчас запустят с кубика... С кубика? Да. С кубикса. На Б-плэнте он там просмотрит информацию. То вполне возможно это будет просто халявный четвертый раунд для команды Андерпрэш. Но с другой стороны, конечно, хочется выбить ту самую стайперскую винтовку из команды Авангард. Чтобы пришлось Авангарам максимально тратить свои деньги. Почему бы и нет. Калинка играет неаккуратно. Не ворчекал белый вагон. И за это же отъехал от бустера. Погибает также СИС. Денис Костин падает под флешку. Врыв неплохой. Тоже с кубикса начинает нашивать. Забирает только одного фич на размене. Это два в три. Шанс по-прежнему есть. Авангары должны были замечать сейчас Хуча. А Дмитрий падает. Ну и отлетает также Старикс. Экономический раунд. Авангары подтащили. Боль печали. При том, что Андерпрэши сейчас не имеют денег. Деньги есть только у Калинки. И нужно делать один экономический. И только после этого заезжать, тащить, убивать. Нельзя закупаться ребятам. Конечно, могут рискнуть. Но я бы не рекомендовал. Потому что если сделать экономический, будет там и... По девайсам хорошо. Скубикс решил закупиться деглом, как, в принципе, и команда. Но это будет плюс 1900, разумеется. 3800, 3800. На минимум раскидки снайперская винтовка для Калинки. И Сист вообще будет бегать с, может быть, Мактеном. Или каким-то недефолтным пистолетом. Джейми не пропускает Хуча за трансформатор. И это уже большинство для авангаров. Буквально один ошибочный раунд от Андерпрэша. Они играют экономически. Рискуют отдать второй. У них будет плохой бай на раунде номер 6. И вообще все очень плохо. Заграли аккуратно. Хотя нужно было всего лишь запустить Скубикса на Бэплэнд. И все. В ножку Джейми попадает Сист. Сист разбивается. От горя. По всей видимости, Гиггард наказывает Скубикса. Но осталось восстрелим Калинка, который в этом раунде тоже ничего не смог поделать. Второй для авангар. Мы посмотрим, что у нас покажут игроки команды Андерпрэша. Калаш, Первормор, Калаш, Первормор, Снайперская винтовка, Галил для Сизда. Что купит себе Старикс? Калаш, Первормор. Ну, в принципе, как я говорил. Раскидки минимум. Три флешки, два смока, один молотов. Но вот он первый. Наверное, рискованный звоночек такой. В принципе, первый тревожный звоночек. Почему рискованный? Звонить никто не мешает. Старикс замечает Кикерта. Тут же прилетает молотов на нижний парыч. И большая проблема для авангар была бы, если бы сейчас не было перетяжки под точку Бен. Старикс находит Кикерта. Нужно проходить дальше. Можно ставить, в принципе, и бомбу. Стайперская винтовка от Калинки уже на верхнем парыче. Можно попробовать кого-нибудь пикнуть. Замечает голого оппонента. Погибает Джейми Фиш. Находит размен по кучу. Очень больно. Фитчу прилетает в ответ. Ну и Старикс уже вгидряется на тупики. Здесь же находит Бустера. Отлетает также Фитч. И остается лишь один Кризен, которому сейчас кайтшоты тоже, в принципе, могут прилететь. Нет, он сам вешает. Но в размен максимально быстро уходит от Кризена. Вроде бы делали все правильно авангары, но по стрельбе не заехало. И вовремя и грамотно отреагировали Андре Прэша. На подобные выпады это четвертый для ребят в атаке. Но и есть хороший бай для авангаров. Как мы видим, снайперская винтовка появляется у Джейми. И, в принципе, Эмки Фомаса. Плюс хорошая раскидка. Первый, второй арморы. Но это бай практически на все, что имеется. Джейми, как мы видим, купил себе неполную раскидку. Хотя имел шанс. И две стволы у него на руках. Но это какой-то, опять же, мув для того, чтобы в случае поражения в раунде и не сейва девайсов провести только один экономический. По факту. И после этого закупиться. Как-то вот так, наверное. Но это тоже не точно. Скубикс решил внедриться в Смаки, но Кризен уже ожидал. Оппонента фич наказывает СИЗДА, ХУЧ, деталетный фраг, КИГЕРТ. Минус по ХУЧУ. И теперь уже Старикс Калинка. Вдвоем снайперская винтовка. Калинка делает свой минус. Ну и теперь попытка пройти дальше. Два в три. В принципе, ситуация более-менее играбельная. Серега пропустит или нет? Вопрос остается открытым. Информация по Калинке присутствует. Промахивается. Снайпер коллектива Андерпрэша. И остается лишь один Старикс. Серега, конечно, может. Но там нет ни раскидки, ничего. И примерно могут понимать игроки Авангард, где находится последний игрок атаки. Угу. По-моему, Кикерт пропрыгнул и заметил. Ну, это не точно. Серега убивает Бустера. Все-таки правильно Бустер. Я лично спрашивал, что это не Бастер. Это Бустер. Хотя вроде как читается правильно Бастер. Но я подошел и спросил. Бустер? Он говорит, Бустер. Все, порешали на этом. Статистика. После семи сыгранных раундов. Семь на два идет Джейми. Снайпер команды Авангард. Также чуть позади Кикерт и Фич. Но пока что не получается у Бустера и Кризена. Лучшим в составе Андерпрэйш является Старикс. У него 9 на 6. Пока что не идет игра у Сизда. У него был один фраг, но он после этого разбился. Поэтому один фраг ему сняли. Такое тоже случается. А я, кстати говоря... У меня в названии в стиле. Поменял. Это нормальная ситуация. Врыв от Кризена. Тут же два фрага. Минус бомба. Информация для команды Авангард. Но, как мы видим, Андерпрэйш решили сделать полный экономический. Докупили себе буквально полтепейстики. Джейми не пропускает Сизда. Джейми, по-моему, не пропустит никого. Хорош. Джейми, как снайпер команды. Очень часто выручает свою команду в трудные времена. Как называли его сами тиммейты. Керри команды Авангард. И пока он доказывает это более чем полностью, Джейми идет на контакт. Находит фраг по Стариксу. Но остается лишь один Скубикс. Там тоже по 250-й кигр начинает уже жать. Коннектор. И дает информацию, что на бета никого нет, ребята. Можно пытаться ставить Т-спаун. И вполне возможно, что последний выживший игрок команды Андерпрэйш находится на лонге. Либо же где-то на Т-спауне. Ну и теперь уже парой пошли выдвигаться. Бустер. Чекает зеленочку. Здесь находится Скубикс. Ну и Скубикс отлетает максимально быстро. 4-4. Довольно ровно пока игра. Но по тенденциям кажется мне, что у ангаров на взятие карты шансов чуть больше. Все-таки пока что борьба идет не самым, наверное, лучшим ходом. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что не так удобно играть Андерпрэйша на атаке. Например, может быть Сизду неудобно играть на атаке. Может быть Хучу неудобно играть на атаке. Но в каких-то таких статичных позициях, может быть, будет приятнее Андерпрэйша убивать. Хотя авангары довольно агрессивны в атаке. Я не уверен, что у них будет какая-то огромная пропа. Сизд отдает второй свой фраг на этой карте. Просто пропушил ноги. Ворвался на плюс В. На зеленку. И в небольшой опасности игроки команды Авангар. Ведь Старик находит фича. Хотя и Сизда тоже нашли. Не посмотрели почему-то на тупички. Хуч! Не ожидал Кризна в такой позиции абсолютно полностью. Ну и Кризна оставили довольно каленым. Джейми оформляет Старикс. Остается Скубикс и Калинка вдвоем. Уже только один лишь Калинка. Забирающий Кризна в размен. Ну и, по-моему, слышали, как щелкал прицел снайпера. Команды Авангар. Ну и теперь Джейми. Увидел игрока атаки. Перемещается на зигзаг. Ну и теперь на вагончике. Ах, как был близок Джейми к тому, чтобы сделать свой фраг. Ну и теперь остается дожать лишь одного калинку, чтобы выиграть данный раунд. И оформить, опять же, преимущество. Потому что у Андер Прэша снова не будет денег. Ну, грамотно играют Авангары. Кикер с верх-низа. Информация есть о том, что на зигзаге находится снайпер команды. И теперь калинке нужно действовать максимально быстро. Сейчас выйдет игрок с Андера. Ой, с Андера, господи. С верх-низа. Вот он кикер. Вот он фраг, а линк еще и подпрыгнул от неожиданности. Но такое случается. Ух. Не знаю, почему-то мне кажется, что это будет 2-0 для команды Авангар. Вот что-то вот... Я хоть и... Хочется мне верить, что Андер Прэша смогут показать себя и хотя бы одну карту забрать. Или вообще победить. Не знаю даже. Что-то мне подсказывает, что Авангары слишком сильно смотрятся против данного стака. Да и по коэффициентам, честно говоря, букмекеры также примерно делают разброс. Там 1-2 на команду Авангар коэффициент и почти 4 на Андер Прэша. Ну, в среднем 3-5. До 4-х тоже бывает доскакивает. Не знаю. Не уверен я, что Андер Прэша смогут показать. Хотя бы какой-то дать бой. На своей карте, может быть, будет что-то вроде тотала больше 26-5. Но я уверен, что это будет победа. Если Андер Прэша возьмут хотя бы 6-7 раундов за атаку, там еще, может быть, погрызутся, поборются. В этой ситуации. Кризон нажмет по верх-низу, забирает калинку, погибает также с кубикс. И остается хуч сис вдвоем. 2 дигла. 1 дигл. 0 диглов. Такое бывает. Одного забанили. Трэнджи Сити мапа. По большему счету, да. Но проблема в том, что... Немножко разный уровень команд. Если Авангард это уже сыгранный стак сам по себе, который играет не первый месяц и, может быть, даже год вместе на... В буткемпе, то Андер Прэша это сам по себе микс, недавно собранный. И если Андер Прэша имеет трех игроков, которые играют вместе давно, это Скубикс, Старикс и Калинка. Еще в старом стаке, еще они играли в... Как он назывался-то? Господи, боже мой. Испанский... По-моему, испанская организация была. Они давали им некоторое время. Миксу Старикса. Но вот приселился ассист, приселился хуч. Вроде бы есть какие-то результаты, но я не уверен, что получится против Авангар. Возможно, в дежде сетке там будет попроще. Ребята, но это тоже не точно особо. Джейми, поджав коннектор, сдает фраг по хучу. 4 в 3. Убили только лишь одного бустера, но этого не хватает Андер Прэша для того, чтобы чувствовать себя достойно. Отлетает также сист. Такой выпад показал фич довольно интересный. Дает размен Калинка. Что же подлагало, когда Калинка выходила на контакт против Аплента. Там была игрокозащита, но я так понимаю, что был промах небольшой. Калинка идет дальше. Прикрытие от Старикс также присутствует. Почему-то мне кажется, что подлагит в Гоу-Ти-Ви. Маленечко. Но Старикс реально имеет хорошую форму, хотя, опять же, Старикс довольно возрастной игрок сам по себе. Калинка промах. Старикс выход на контакт. Оформляет Серега Кикерта. Но это 2 в 2. И слышит Кризен своего тиммейта. Хотя казалось мне, что это был игрок атаки, но что-то я тут в чат засмотрелся и немного потерял то, где находятся игроки. 10 секунд. Сереге нужно бежать с бомбы, но Джейми отлично выстрел и просто аннигиляция команды Андер Прэша. Идет снайпер коллектива Авангард уже 12 на 2. КД 6. Но это стандартный Джейми. Абсолютно стандартный. Португальская. Вот. Кик точно. Это была Кик. Вот они. Спасибо, ребята, в чате, что подсказали. Вы большие молодцы. 7-4. Форс-раунд для Андер Прэша. Довольно спорное решение. При том, что у Авангар довольно много денег. Если бы это был какой-то близкий раунд, когда можно взять форс и попробовать оформить безденежие для команды Авангар. Но, видимо, какая-то есть идея на данный раунд. И Андер Прэш покажет наработочку, на которую мы сейчас с вами и посмотрим. Джейми играет неаккуратно в промах. Но пока что мы видим, как Андер Прэша просто заходит на Б-Плэнд без особой идеи. Откровенно говоря. И просто погибают от команды Авангар. Да, убили снайпер, убили фича. Но... И чё? Ни раскидки какой-то, ни молотого куда-то на тупики. То есть вроде были гранаты, но они погибли слишком быстро. Хотя Эндрю был за командой Андер Прэша, но как-то вот так вот Авангар сделали, что... Как-то... Вот. Ну, видите, что просто-напросто Андер Прэша не убивает. Два фрага у Сизда, Калинка пятёрочка, хотя Калинка является, пожалуй, звездой команды Андер Прэша, прям таким скиллом, и... О нём очень много хороших отзывов как от капитана команды Андер Прэша, так и, в принципе, от... Ребят, Джейми что-то немножко завтыкал. Скубикс наказывает его, в принципе, за такую невнимательность. Это бывает. Хотя на Джейми это не особо похоже. У нас снова такой полу-форс раунд. Летят уже примерно раундов сколько подряд? 4-5 Андер Прэша. Сами по себе. Ну, действительно, находится... Находится микс под давлением. Очень серьёзно. Получает бустер в лицо. Смоук, но даёт в лицо Сизду. 4-4. Ну, что предложит Андер Прэша против Авангаров? Я пока не особо представляю. То есть, были какие-то форсы на Бэтленд. Вроде бы какая-то была идея, но пока мы видим, что выходят игроки атаки просто на стрельбу. Если не получается, раунд не берётся. Получается, раунд берётся. Удивительно, правда? Калинка опять же на вагонах играет неаккуратно. Скубик взяет размен. Бустер тут же разбирает Серёгу Старикса. И остаётся ситуация 2-2. Битая команда Андер Прэша на двоих. Меньше сотни хп. Уже на одного меньше сотни хп. А Дмитрий Хуч Богданов оформляет бустер. Остаётся на 1-1 против бустера. 39 секунд на таймере. И, разумеется, можно развернуться, убежать на Бэплент и развести как пачку Юпи. Последнего игрока команды Авангары. В принципе, Хуч переползает. Хуч. Кто кого увидит? По-моему, Хуч заметил. Огрока защиты нет. Да, нет. Ну, что происходит? Слушайте. Кикерт просканировал Аплент. Никого не заметил. Ну, и Хуч на ноге просто врывается в Бэплент. Нужно хотя бы поставить бомбу, чтобы были шансы. Ну, а вполне возможный клатч-момент разыграет игрок Андер Прэша. Но это не точно. Ага. Бомба стоит не на дефолте. Хуч за нефтяным. Ну, а Кикерт пошёл. Примерно в ту же позицию будет дискотека Ветерс. С векой встречи неминуемо. Хуч проигрывает перестрелку. Наверное, пошёл слишком далеко. Можно было стоять за нефтяным и до конца пытаться какими-то стрейфами, может быть, чекать возможность нахождения игрока. Защита та, но кто я такой, чтобы посоветовать Хучу, как ему действовать? Стороны всегда кажется, что проще. Вот он вроде вариант уже, вот он наклёвывается. Но всегда это бывает наоборот. 9-4. Два раунда до окончания первой половины. Андер Прэша вначале взяли себе. Четыре раунда. Была такая довольно плотная заруба. 3-3 счёт был поначалу. Но потом авангары вцепились зубами в эту защиту. И Андер Прэша особо не показывали какой-то... Не давали бой в защите. В этом большая беда. Вроде были эндрифраги, вроде были какие-то хорошие мувы от некоторых ребят. Но, к сожалению... День рождения. Только раз в году. Но сейчас не об этом. Андер Прэша снова действует довольно медленно. Хотя кажется мне, что надо было бы где-то в каком-то раунде сыграть просто на ноге. Дефолтный раунд показывает с дефолтной раскидкой Андер Прэша. Врываются на контакт. Скубикс пошёл в Смаки. Там должна какая-то флешка залетать. Видит игрока на бусте. Погибает Джейми. Дальше выходит Скубикс. Против Кризна не получилось перестреляться. Но Кризн с половиной хп остаётся после контакта. И выход на Б-Плэнт. Они прощекают, вероятнее всего, Кикерта, который сейчас будет просто Голубев. Что творит? И под себя молотов. Нормальная ситуация. Размен только от Калинки. Правда, погибает ещё и Систарикс. И Калинка остаётся вдвоём против троих. Погибает также Литовец. И остаётся лишь один выживший Систарикс, который перемещается с зигзага. Стреляется против верхнего парыча. Но у Сергея стрельба не залетает. Серёга, живи. Находит фраг по фичу. Но остаётся ещё двое выживших игроков команды Авангар. Кикер за собакой. Но вот этого парня прощекать крайне сложно. 5 хп остаётся после контакта. Но Кикер справляется и оформляет. В принципе, наверное, даже раунд для коллектива Авангар. Потому что с верхнего парыча он смог разобраться. Его не смогли до конца выбить. И он, в принципе, сделал свой последний фраг в этом раунде. Вот такие вот штуки. Но пока у нас разыгровка последнего раунда первой половины. Не забывая поднять чит за безлимит. И болеть самым быстрым, обильным от Мегафона. Генеральным партнёром русскоязычной трансляции. Ну а для вас Брукап. Меня зовут Олег Мингот. Ссылочку на мой профиль в ВКонтакте. Даже на группу ВКонтакте. Можете найти в видео в чате знак воскресания кастерс. На английском языке. На инглише, знаете ли. И там будет ссылка на группу ВКонтакте. Можете подписываться. Срадо борется там ещё и в друзья. Вот это всё. Писать комментарии. И будем общаться, дружить. Семьими практически. Фич оформляет калинку. 4 в 4. Уврыв на плент. Андерпрэша готовы ставить бомбы. Отыгрывать всё это дело от плента. Собачка переживает за команду Андерпрэша. За Скубикса в первую очередь. Потому что тот самый персонаж. Который сейчас вместе со Стариксом потащили раунд для команды Андерпрэша. 10 в 5. Довольно дефолтный счёт на карте Детрей. Ну и разумеется. Будем смотреть вторую половину. Которая начнётся уже с секунды на секунду. Поехали смотреть. Андерпрэша, конечно, обязателен. Пистолетный раунд плюс Девайс не первый. Чтобы выйти хотя бы на паритет против команды Авангард. Но посмотрим, как за вторую сторону получится, ребята, отработать. Пока что не получается по стрельбе Усизда и Хуча. Но очень жёстко отыгрывает Старикс. Также старается Скубикс. Ну и где-то чуть позади ещё и Калинка. Так что совершенно нормальная ситуация. В одного саппорта играют Авангары. В 5 Успов и первоарморы Андерпрэша. Без скитов, без раскидки. Даже минимальный. Поэтому будет тяжело. В команде Андерпрэша Старикс погибает уже от бустера. Тут у нас десант. Отваливается Сист. Это 3 в 5. И немножко не дополнили друг друга Авангары. Попытка выйти на Бэплэнд будет от коллектива Авангар. По-моему, да. И Андерпрэша этот момент должны читать. Перемещение от двух игроков защиты происходит прямо сейчас. Ребята уже находятся по точке Б. Скубикс на тупиках и Калинка за собакой. Или даже перед собакой получается не той, которая вот сейчас подавала голос. А вагон так называется. Позиция сама по себе. Скубикс. Контакт против Кинкерта. Получается внести немного дэмэджа. Но игроки команды Авангар уже плотничком большинством выходят именно в позицию Аплэнта. Бомба поставлена. Дефюс китов, как я уже говорил, нет у коллектива Андерпрэша. Поэтому либо сейчас рваться на ноге и пытаться давать те самые минусы и дефюсить бомбу. Либо это все-таки раунд для коллектива Авангар. Что придумывает Андерпрэша? Куча перестрелки. Проигрывает Бустеру. А почему поставил Калинка просто и не смотрел даже на позицию за вагончиком? Не могу понять. Но это 5 в 0. Чистейший раунд для коллектива Авангар. Получили только немного дэмэджа. Но в целом ничего критичного для них не случилось. Бустер очень жесткий, очень жесткий действительно парень. Опять же там статистика может быть на ваших ранах довольно быстро. Но не сейчас, потому что полноэкономически отыгрывает Андерпрэш. Тоже попытался быстро ворваться игрок атаки. Кстати говоря, Бустер именно в ту самую позицию идет. Хуч. Кто-то хочет рассказать Бустеру, что он вполне возможно не прав. Стрельба не заходит, хотя Бустер чуть больше половины ХП имеется после контакта от Юспов. Но тем временем Авангар отпускает двух игроков атаки под плент Б, который будут смотреть. А есть ли там кто-то? Если же нет, то просто развернутся, возьмут бомбу и побегут на тот самый контакт. Бустер расстреливает Хуча. Падает Дмитрий Богданов. Ну и атака уже большинством просто направилась в направление Б плента. Потому что информация получена, все есть. И, собственно, зачем рисковать выходить в Аплент и непонятно. Фич фармит также на калинке. Видит ноги с Кубикса. Погибает и он. Ну и, соответственно, без особых потерь. Опять же, только по ХП. Авангары раунд затащат. Сист последний. Какая-то аватарка, видимо, с кем-то из Нави. Или просто желтая аватарка. Черт, это бедет. Еще и взрывает из... Да просто филигранная хаешечка влетала от фича. Филигранная. Прям вот как надо. Прям под ноги. Бустер 100% хэдшотов. Не, у бустера там все отлично. 12 на 9 этот парень. У него просто замечательно. Давайте посмотрим доп-статистику. 208 АДРа. Среднего урона за раунд. Это очень много. Сейчас в 72. Просел Джейми. В первой половине был хорош. Но, как мы видим, только двое игроков команды Авангара сейчас сделают всю работу для своей команды. У Калинки средний урон за раунд 6. Но это опять же за вторую половину, потому что сбрасывается статистика. А, так это за вторую половину. Тогда это не щитово. Это нормально. Я надеюсь, что скоро пофиксят. Данное. Попытка братья от бустера на плент B уменьшалась тем, что нанес дэмэджа, но переселять не смог. Я же испугался, что это за всю игру, поэтому нет. Это только за вторую половину. Это нормальная ситуация. Это меня вообще-то напугали, что тут такая вот движуха. Чего у меня то самое. Кикерт наказывает с Кубикса. Решил игрок защиты поджать коннектор, либо хотя бы занять верхний парыч вблизи. Но, как мы видим, получилось не очень. Но Сист, пришедший отлично в тайминг, справляется с Кикертом. Старикс ждет выхода через Сити. А там есть игрок в баньке, как я понимаю. И вполне возможно, что сейчас выходит Фич против Старикса. Сергей оформляет фраг по Фичу. Ну и Авангард остается в одного лишь Джейми. Он с бомбой. Но Джейми пока не торопится. Калинка ждет зеленки. И это первый раунд для коллектива Андерпрэша в защите, как минимум. Но Авангард, опять же, имеет довольно хорошее количество денег для того, чтобы закупаться и идти в бой. Правда, деньги могут последние. Если Андерпрэша оформляет для себя данный раунд, то они выходят на восьмерочку. Так точно. А там уже где-то чуть-чуть, помаленьку можно врываться в временные ничьи и стараться оформить карту для себя. Потому что на Мираже будет очень сложно. Вот прям очень сложно. Это как рожать этот мужчина. Калинка подловил фича и дальше контакт против Мидла. Сжигают Кризна тем временем. Хуч отличный Молотов пробрасывает. 3 в 5. Все, Авангард огромные проблемы в этом самом раунде. По-моему, Андерпрэши действительно вцепились ту самую защиту и показывают, что Трейн был явно их выбором. И выбором обдуманным. При том, что Авангард, да, вроде бы играют Трейн и так часто. Вполне возможно, не так хорошо. Но и тут можно побороться против ребят. Бустер ваг. Да нет. Тут нормальная ситуация. И в ланах уже проверены ребята. Тут такого быть не может. Какая разница между муботом и найтботом? Вот я тоже себе этот вопрос задавал. Какая в этом разница? И какой-то функционал там немножко другой, как я понимаю. Угу. Это нормальная ситуация. Кикерт в сотке. Попытка выйти и перестрелять игроков защиты, пока ничем не увенчалось. Перемещение... Ух ты. От своих прилетает. Нельзя так. Но Авангаром будет крайне сложно, если попытается выйти в аплэн. Здесь сразу четыре игрока защиты. Плюс очень быстро может переместиться Калинка. Хуч не ожидал такой агрессии. А подставляется под Кикерта. Джейми также может и отъехать. Бустер погибает от Сизда. Денис Костин ждет еще и второго. Постребе получается. Ну и команда Андерпреша, потеряв только один Юмпик, справляется со всем выходом команды Авангар. Это нормально. Это хорошо. Здесь хотя бы есть интрига. Потому что если бы Авангар забирали для себя первый девайсный, или хотя бы второй девайсный, в Андерпреша не оставалось бы денег толком. Мы бы с вами смотрели довольно скучный, неинтересный контр-страйк, потому что Авангары забирают трейны на Мираже. Ну, там может быть борьба, потому что Мираж играет со всеми командами. Я думаю, что на опыте Хуч и Старик смогли бы рассказать ребятам. Да и там Калинка тоже довольно часто играл в Мираже и в Ставинаве. Сист, да и не только в Ставинаве, еще и в Гамбитах Мираж играл довольно жестко. Мираж должен быть интересным. Ну, мне просто было для себя важно понять, дадут ли Андерпреша отпор и насколько Авангары готовы вообще к этому миксу. Я понимаю, что к ним сложно подготовиться в принципе, потому что особых там демок нет, и у них сыграно официально не так много карт. Тут хочешь не хочешь, а, не знаю, только какие-то скримы играть, может быть. Но не больше того. Экономически для казахов есть у нас только два дигла. Кикерт очень больно погибает от сиза прострельщиками. Тут же врывается Старикс, находит фича, но теперь остается только один дигл, два глака. Есть Зюс у Джейми. И вполне себе Скубикс может подставиться, если пойдет дальше. Но, как мы видим, нет. Скубикс выбирает довольно интересную позицию. Его не видно сверху, его не видно при открытии на коннектор. И Скубикс в этой позиции просто в одного сидит и ждет оппонентов, которые вполне возможно к нему пойдут. Тридцикунд для Авангара идти нужно, потому что если не пойдут и денег им тоже не дадут, Кризона прошивают. Через зеленку, через всю. Ну и что? Да, они даже бомбы не успеют подобрать в любом случае. Как бы то ни было, пошел у нас Джейми гулять. Скубикс уже понимает, что это спрыгнувший игрок атаки. Ну и Джейми тоже получает спину от Скубикса. 8-12. В принципе, уже постепенно under pressure. Я правильно называю хоть, господи, эту команду? Потому что в английском я не силен. Вроде бы я слышал это слово и вроде как правильно произношу. Вроде бы так и есть. Что значит ник Сизда? Я не помню. Он когда еще был в гамбитах, они рассказывали про историю своих никнеймов. И Сиз сказал, типа, мне понравилось слово, я просто тыкал пальцем в словарь. И мне понравилось это слово, поэтому я решил взять себе Сизд. Я не помню, как она переводится. Вот честно не помню. Хорошая работа от under pressure. Ребята решили сыграть агрессивно. При том, что 3 на B поджали позиции, убили Кикерта и Бустера. Но, как мы видим, в защите намного больше вариантов. И мои предположения пока что сбываются. То, что under pressure будет намного удобнее играть именно в защите. А если бы еще, представьте, был пистолетный раунд за командой защиты, так вообще было бы хорошо. Старикс не пропускает кризны. Погибает также фич. Отличная работа от Кэпа. И остается лишь один Джейми. Он без снайперской винтовки, с одним калашом. Но и, как мы понимаем, у Джейми шансов тоже немного. Но он, вполне возможно, может уйти на сейв этой винтовки. Либо попробует разыграть. Бомба лежит под аплентом. Скубикс уже понимает, что где-то может быть игрок на коннекторе. Ну и Джейми... Джейми, прощай. Джейми, гудбай, ты здесь чужой. Секунда музычки. Не знаю, почему-то прям захотелось... Просто захотелось петь. Захваченный, изъято... Правильно. Говорят, что правильно. Если пряжа... Ай... Пряжа — это хорошо. Это как эта сборная... Где там пряжу делают? Это прям жестко. Старикс раздает... Старикс раздает это... Это да. Он имеет магет. Да, захваченный, по-моему. Он как раз таки говорил. Вот слово я вспомнил. Кого еще встретил на Twitch Party, кроме Мэдисона? Сизда встретил на Party. И... Кого я еще видел? Это много было людей. Я сейчас прям так не перечислю. Там были какие-то ютуберы тоже. Я сейчас вот не скажу вам. Были разные ребята и со всеми пообщался. Постольку поскольку. Поэтому... Нормально. Пять в пять пока ситуация. Пока я тут в чатик залистывал. И смотрел, что вы пишете. У нас тем временем 4 декла. Первый армор. Есть целая флешка на команду Авангар. Андерпреша. В полном боекомплекте. Денег... Много. У ребят в защите. Ну и где-то должен быть, наверное, выход на десяточку. Для ребят из Андерпреша. Такой раунд отдавать им ни в коем случае нельзя. Хуч наказывает Кризена. Тем временем при попытке выйти в сотку. Кризен отъезжает. И... Ну, где-то Андерпреша действительно дает нам надежду на то, что Детрейн вполне себе будет разыгран в их пользу. Камбэк уже довольно хороший. Уже целых пять раундов подряд, может быть. И пока что мои предсказания сбываются. Ну и Фич также падает. Разменов нет. Бустеры с компанией думают, используют время по максимуму, чтобы определить, как им поступить в раунде под номером 8 второй половины. Что делать на девайсном? Как мы видим, у ангаров тоже некоторые проблемы с идеями на карте Детрейн. Ну и плюс, опять же, Андерпреша. Очень круто показывают игру. Они действуют агрессивно, понимая, что в девайсном раунде нужно показывать и удивлять. Хуч на юспике на тебе, негодяй. 10-12 для защиты. Микс пока что идет достойно. На своей карте уже сейчас я могу сказать, что он навязывает борьбу. Мы видим 20... Подождите. Мы видим 24 фрага у Старикса. Серега прям вообще как не в себя. 24-15. Это очень сильно. Я очень надеюсь, что ребята приедут в декабре. На ЕСЛ про лигу. Восьмого седона в финал. На московский, да, как раз таки ивент. Ну как на московский. В Москве это все будет у нас студия. Поэтому мы оттуда будем комментировать данные матчи. Прям взять, пожать ему в руку, сказать, Серега, ты красавчик. Ну или напиши ему. В крайнем случае. Джейми оформляет калинку. В этот раз агрессия от команды Андерпрэша не сработала. Где-то поднабили малинчика. Кризана. Хаешку. Скубикс запустил немного неудачную. Ну и пара и авангары решаются зайти на нижний парыч. Скубикс оформит ли кого-нибудь. Ждали его. Бустер. Находит фраг за собакой. Три в пять. И для авангара вполне возможный первый раунд. И при том, что Андерпрэша особо не перемещается под беплент. Понимает, что нужно сейвить то, что имеется. Хотя бы два калаша. Дени, конечно, имеются в наличии. Но отыгрывать еще довольно много. Сист, ты куда? Зачем? Тебе нужно было бежать к тиммейтам. Уже сейвится там. Фич ждет длину. И сейчас, по-моему, Фич будет убивать Старикса. Серега прочекает ли? Нет. Не дочекал право от тебя. Не ожидал, в принципе. Хуч постепенно перемещается к душевым. И какие-то экзит-фраги поискать, конечно, можно. Тут Кризен. Кризен погибает. Ну, хотя бы один фраг сделали, ребята. Фич тут же мчится. Фич добирает Дмитрия Богданова. 10-13. Авангар и потеряв только одного Кризена, забирает для себя раунд. Но! Андерпрэша, опять же, имеет шанс. Неплохой шанс для того, чтобы оформить, опять же, нищету для казахов. И, в принципе, попробовать закрепиться, опять же, на карте Детрейн. Выйти в такую же временную нющую. Либо же подобраться к тем самым 13-ти раундам, как набрали себя в ангаре. Но это не точно. По идее, если авангары проигрывают данный раунд, если, опять же, деньги будут у четверых. То есть, проблемой закупа не будет, как таковой. Только лишь у Кризена, которая может побегать там с деглом или чем-то подобным. У Андерпрэша также не будет проблем с баем. Будут дропы и прочие штуки. Можно еще засейвить в случае какой-то неудачи. Так что окончание будет довольно бодрым. Как ни крути. Но миксу Старикса нужно как-то, не знаю, взять себя в руки, что ли. Да, он огнился посмотреть. Не прилетела ли беда. Снова играют 3-2. Андерпрэша. Быстрый хелпаблет от Скубикса. Он играет с ИВП. В две снайперской винтовки решили отыграть Андерпрэша. Калинка и Скубикс. Ну и вполне себе очень даже интересный момент получается, где у нас стоит Старикс на вагончике. На зеленом ждет фича. Ну и фич пока что сам не открывается. Что есть у фича по раскидке? Ага. Есть все. Поэтому нужно откидывать какие-то молики, смоки. Пытаться выходить под флешку. Молтов падает на зеленку. Довольно тайминговый сис. Наказывается кикерта на верх-низе. Позиция Дениса Костина. Работает. Это еще и бустер погибает. Информация есть по кресту. Денис Костин оформляет трипл килл. Теряют, правда, Старикса. Но Дениса, что ты творишь? Калинка разбирается с фичом. Остается последний Джейми со снайперской винтовкой. Хуч уже начинает сжать на позиции Т-спауна. Здесь Джейми, который, вполне возможно, не ожидает Диму, но нет. Диму он ожидал. И будет сохранять то АВП. Правда, Сист уже в погоню за квадрокиллом. Но нет. Мне хочется подставляться под АВП. Чтобы экономику заставить, и было поприятнее. Как ни крути. Прикол того, что ИЕМ-2019 готовится. Команда Na'Vi не прошла квалы, а она уже в легендах. Не, Na'Vi-то в плей-фе участвовали, поэтому они и будут уже 100% на мажоре. Им не придется играть. А, нет, им придется играть. Да, главные квалификации. Они просто туда уже максимально быстро. А, нет, им не придется, вру. Они же сразу же в главной стадии. Что это я? Да. Они же сразу же в главной стадии. Ну, а сейчас решается, какая из команд... Ну, во-первых, конечно, заберет карту. Но если брать в целом Байстов-3, то кто получит слот на CIS-минор? Бустер пробирается на Б-Пленд. Он замечает Хуча. Дмитрий Богданов падает. Промах от Скубикса. Ну и большинство для коллектива в ангар. В принципе, ребята попытаются. CIS-д снова. Ну куда ты? Ну зачем? Ну... Ну какая нужда была в том, чтобы идти? CIS-да подлавливают еще при выходе сверх-низа. В этот раз Денис Костин отработал... Только очень... Не очень. К сожалению. Ну, как по мне, опять же, казалось. Опять же, зачем-то не нужный... Как мне видится, выход наверх-низ. Денис, при том, что у тебя нет информации никакой, у тебя нет филпы никакой. Уже дважды мог Денис в этой позиции отъехать. И очень подождали при выходе сотки. Поэтому тут... Надо было пытаться отойти, может быть, ждать. Просто-напросто выход из той самой сотки, разобраться с человеком. Уже как-то разыграть все более-менее иначе. Но, как мы видим, это немножко не так. Да, они же в финале играли против команды Астралис. Затом сыграли не очень здорово. Даже нет, не так. Очень хорошо сыграли Астралис. Вот так можно это обозначить. Поэтому... Никаких квалификаций НАВИ проходить не будут. Астралис напряглась. Сист проснулся. Ты... Я понимаю ваше негодование в некоторых случаях. Но... Вполне возможно, может быть, я вам расскажу, чем мне Серега Старикс рассказал. Но вполне возможно, что нет. Там не супер секретная информация. Просто... Может быть, после первой карты или какие-то такие подобные вещи. Хуч. Попытка выйти на коннектор. Лишается жизни после контакта с Гиртом. Но хотя бы ПХП. Была идея. Бустер наказывает Калинку. Не успел отреагировать снайпер команды. Андерпрэш. Ассист на планте. Не играет от верх-низа. Полетел Молтов. Ответа туда же. Кризен. Вот Сист вот не сидится ему на месте. Ну сыграет и... Закрыто. Ну нет, нужно выйти. Сыграть агрессивно. Старикс. Может быть больно ему. Серега спасается бегством. Нужно убегать, потому что денег вроде бы есть, но не у всех. И надо хотя бы что-то подсевить. Да и 2 в 5. Снайперская винтовка плюс Амка с таким на ретейк не выходит абсолютно точно. Только если бы это не был последний раунд карты, конечно же. Два вагона слили катку ап. В смысле два вагона. Я не понял. Опять же табуляция 10-17. Калинка скубикс 15 на 17. 24 на 17 по-прежнему идет Старикс. 25 на 17. Прошу прощения, нужно немножко изменить. Старикс, беги! Сережку убили, убили! Давай, Скубикс, за себя и за Сережку. Ты сможешь. Нет, выживает. Отпускает его. Скубикс. Какой фраг, казалось. Нереально, но... Реакция от Скубикса была хороша. Если знаешь, дай намек, есть ли у Сизда будущее. Ну, я думаю, что да. Тут вопрос в мотивации. Насколько она сильна и есть ли она в принципе. Пока я вижу, ну, какие-то такие вещи, что... Ну, не знаю. Как-то неуверенно отыгрывает Денис Костин в некоторых моментах. Да, стрельба вроде бы осталась какая-то еще. Не со времен Нави, но она еще на уровне, возможно, команды Гамбит. Но в целом тактические решения оставляет желать лучшего, к сожалению. В большинстве случаев. Калинка стрелает Кикерта. Есть информация по снайперу. Коллектива Андерпреша. Плетает тут на максимально быстрый молотов. Кризен. Выходит на верхний пары. Сейчас Кубик ждал, когда выйдут игроки. На катушку, либо из-за плента. Но не ждал, что так быстро откроется игрок на нижний пары еще. 11.15. Андерпреша в одном шаге от того, чтобы отдать свою карту. Карту Детрейн. Ну, а в ангаром, наоборот, рассчитывают на счет, возможно, даже 2-0. Такое тоже может быть. Есть диффюзский Т. Сист убирает Джейма с пути. Погибает также Бустер. Сист отработывает свою позицию на 100%. Калинка находит Кризна. Кризен также дает размен. Сист уже впился в бомбу. Начинает ее диффюзить. Но теперь нужно отыгрывать по верхнему пары. Калинка разбирается с фичом. Времени хватает. Это 12-й раунд для команды Андерпреша. Ребята еще цепляются зубами. Впиваются в раунды. И, в принципе, оставляют себе никакие-никакие шансы. При том, что авангары, закупая сейчас, оставляют себе минимум экономики. Разумеется, если Андерпреша берут для себя раунд, то это счет 14-15. Потому что будет фулл-эко для авангар. И после этого только один девайс нужно будет взять. То есть Андерпреша нужно взять два девайсинга, для того, чтобы выйти на овертаймы и попытаться на этих самых дополнительных раундах вытащить карту Детрейн для себя. Но это уже такое. Это нужно увидеть, чтобы бустер там посмотрел наверх. Ранбусты. Поехали, погнали. Ту-ру-ту-ту-ту. Хорошая реализация ранбуста. Калинка опять же не смог выиграть ту самую дуэль. Да, в этот раз было сложно. Джейми не оставляет шанса в команде. Андерпреша. Правда, сейчас может быть очень больно. Хуч, как же Навалев вместе с Систом. Дает два фрага в размен. Остается обитый. Каленый, я бы даже сказал, Сист. Скубикс, правда, сотый. Но эта снайперская винтовка где-то в ближней дистанции может не сработать. Два в три. Скубикс находит фича. Это уже два в два. Ситуация равная. И по хп, что самое немаловажное, ведут Андерпреша. Но погибает кикер. Остается Джейми. Последний, там 13 хп. И вот они, шансы для команды Андерпреша вернуться на карту Детрейн. И действительно повоевать еще. Эх, повоевать на карте Детрейн, как наши деды воевали. У комбинатора мятные волосы. Нет, но у меня, кстати, есть... Вот, я не знаю, как ты это понял. Но у меня есть идея покрасить волосы в мятный цвет. Но это не точно. Ну, что покажет нам Джейми в тот самый момент... Ну, ставить же прям, ну, куда ж ты? Скубикс, не знаю, возможно, слился террорист с вагоном. И поэтому не так было заметно. Но можно было и не дать бомбу поставить. Тогда бы еще больше себя обезопасили Авангары. А, Андерпреша, прошу прощения. Ну, и как мы видим сейчас, опять же, Авангары позволят себе максимум какие-то деглы. Покупать сейчас и форсить нет никакого смысла абсолютно. У тебя будет максимум какой-то калашников. И... И то не точно. Снайперская винтовка на руки Джейма залетает. Неужели будут Авангары форсить? Что происходит? Зачем? Поставили паузу. Окей, пара деглов. Снайперская винтовка, пара деглов. Ну, почему бы нет? Такой бай еще вполне себе даже смотрибелен. Не Джейми, а Джейм. А вот это много букв Е, которые сплетаются воедино в И. Что ты скажешь на это? Это ты у Кристалма я подсмотрел? Нет, просто у меня была довольно давно такая идея. Еще даже с Кристалом не был знаком. Но я немножко посыкивал. Красить волосы. Но когда я приехал в Москву, увидел, что там происходит любой страх, у меня абсолютно ушел, чтобы красть волосы. Вполне возможно, даже ногти. Но это уже такая... Ладно. Уже не в тот формат ушли. Абсолютно полностью. Но, в принципе, такая идея есть, да. Так. Сейчас я еще одного дурачка забаню. Вот этого. Спасибо. Снайперская винтовка. Плюс 3 деглайпы 250. Для команды Авангар. Авангар попытка поставить бомбу будет 100%. Потому что иначе кикерту и бустеру может не хватить средств на существование. И лишь только в 3 девайса. Толковых 3 девайса. Или там с неполной раскидкой сыграет Авангары. Если этот раунд они проиграют. Опять же, имеют все шансы для того, чтобы проехаться по Авангарам, выйти на овертаймы и попробовать вытащить там. Ну что. Скубикс. Убирает бустера. Опять же, да. В чате я тоже заметил то, что некоторые были проблемы у Калинки в выигрыше дуэлей. Кризен. Попытка убрать хуча. Получается, Дима падает. Скубикс за это размен. И, к тому же, еще и молотов хорошей подноги. Команде Авангар. Тут у нас перемещение и ротация от Авангаров под Плэнт А. Максимально быстрая. Но это верх-низ, который будет проходиться коллективом из Казахстана. Есть там, правда, один человек из России. Но если смотреть по фамилиям, то довольно много людей с русскими корнями. В принципе. Я что-то сомневаюсь, что фамилия Голубев это истинно казахская фамилия. Вот что-то мне тут прям подсказывает. 3 в 3. Некоторые проблемы у Андерпрэша. Фич наказывает его. Сист за Плэнтом. Дает свой фраг. Времени все меньше и меньше. Нужно ставить пытаться бомбу. Джейми на прикрытие. Тут же пошли уже разменщики. Бомба не стоит. Это раунд для команды Андерпрэша. Но с каким же... С каким же потом? Ребята из Андерпрэша тащили данный раунд. Сизда прошивает Сизду очень больно. Ну и по деньгам. Как я и говорил, если бомбу не ставят, то Кикер, например, играет с Калашом и Первым Армором. Не хватает даже на второй. Плюс какой-то Смок должен залетать. Ну и бустер примерно с той же самой Свистопляской будет влетать в эту Драку, Первый Армор, Смок и Калашников. Это бывает. Друзья, для вас комментирует Олег Минтгод, комментатор студии Рухаб. Ссылочка на мою группу ВКонтакте может появиться, если вы ведете в чате знаковосклицания кастерс на английском языке. На тебе, хуйш, пошел на контакт и был... Почему? Зачем? Куда? Ребята, что же вы творите-то? Допы! Допы! Я Голубев, я Казах. Ну, значит, такое бывает. Комментирует Орнад. Что? Что за бред? Причем здесь это абсолютно? С чего такая мысль возникла у человека, который написал этот комментарий в чате? Что у тебя в голове? Я вообще не могу понять. 4 в 4. Ситуация. Нашел для себя фраг с Кубикс. Сист поджал Миддл. В этот раз он был на 100% прав. Отлетает Кризен на попытку от Старикса сыграть агрессивно. Тут же у нас бустер. Проигрывает перестрелку 2 в 4. Команда Андерпреша в одном шаге от того, чтобы выйти на овертайм и попробовать затащить для себя карту Д. Трэнсист. Очень грубо играет Сист. И... Он видел тень Сист? Ну, видел же! Находит фича. Остается последний джейм. Подгорает очень сильно. 43% остается у снайпера команды. Авангар это все-таки овертаймы. Вряд ли другие варианты возможны. 15-15 и Андерпреша. 4 раунда подряд взяв. Выходят на те самые дополнительные раунды. Кстати говоря, я еще не знаю рекламента, по какой системе играется овертаймы. На квалификациях. 10 или 16 тысяч? Наверное, 16. 10 это... Это фу. Слишком долго думают, куда выйти. Авангары. Ну, вообще, честно вам признаюсь, что у обеих команд проблемы в атаке. У них нехватка идей. И, опять же, у них хорошая защита. Если авангары показывали просто стабильную защиту, а именно, они часто перестреливали, нечасто убивали, и просто подлавливали команду Андерпреша, то сами игроки микса Андерпреша очень часто поджимали. И они в такие тайминги попадали, когда оппонент стоит спиной, либо же выходит боком, или вообще просто идет на ноже. И тут очень хорошее чувство таймингов именно для Андерпреша. Если ребята забирают 3 раунда в защите, то вполне возможно, что они станут победителями. Если же 2, то тут качели. Будут, вполне возможно, и не одна серия овертаймов. Вред показано для нас. МРТ-16-30. Спасибо большое. Сегодня уже были овертаймы. Опять же, команды Авангар и коллектива какого-то там еще. Тоже какой-то микс малоизвестный. И там был счет 28-26. Авангары еле-еле на мираже, на своем топовом мираже, смогли обыграть этих ребят. Это случается. Тренд КТ-карты. Чего удивительного? Да ничего удивительного, на самом деле, нет. Просто тут есть некоторые параметры того, что Авангары, во-первых, ребята по скиллове чуть-чуть, они играют не как микс, а уже как реально команда. И датрайны также поигрывают. Нет-нет, да и бывает кого-то обыгрывают серьезного. То есть у них там 9 датрайнов, и из них они 5 выиграли. При этом писали... Ой, писали, господи. Играли они против, опять же, команд неплохих. Зачастую в онлайне, но все равно эту карту они знают. Да, 16 тысяч, опять же, довольно дефолтная закупка. Две снайперские винтовки и три М-ки. Это мы видели от Underbrush уже не первый раз. Не первый раунд. Но, Калинка, нам нужны... Нужны... Нужны твои дуэли, которые могут помочь команде. Я просто не то, что болею за Underbrush, просто мне хочется посмотреть реально на клевый контр-страйк и на счет 1-1, когда команда разбирает свои карты, потом вот этот кровь, слезы, пот, ставочники рвут тебе волосы на всех местах и не понимать, что происходит, как это вообще работает. И посмотреть какой-нибудь клевый даст второй, например. Между этими командами. При том, что Авангард-то даст топовый, их никто не смог толком обыграть на втором дасте. У них там что-то... Кто-то стрик сумасшедший был в онлайне, правда. Но сумасшедший стрик, да и Underpass... Underpass, господи. Underpressure. В ставе кик тоже неплохо играли даст второй. Сейчас у них, по-моему, 7 карт и 6 они из них забрали. То есть вот прям идеальный был бы даст второй по скиллу. Належда, в это счет этот клатч. Один в 6822 зрителя. Изи. Изи. Фич и Крисон открывают фрагами по команде Underpressure. Этот самый раунд и уже 4 в 2. Меньшество для команды защиты. Хуч наказывает Фича. Нужно как-то жить. 2 в 3. Можно попробовать. Хуч играет слишком открыто, но можно было сыграть за плентом. И остается лишь последний из кубикс. Шансов на то, что он возьмет этот клатч, не так много. Берет в руки АВП, но Бустер его ждет. И, разумеется, это просто изи хэдшот для Бустера. 16-15. Все авангары берут для себя первый долгожданный раунд в атаке. Спустя довольно большой стрик в защите. Но вот почему бы не сыграть раньше так? Вот нужно было только один раунд в команде авангар. Только один. Кастер, ты лучший. Награжды те, кто несет бред, ты лучший. Спасибо большое. Да я не ведусь уже. У меня слишком большой опыт введения трансляции в интернете, чтобы вестись на людей в чатике. Вот очень. Поэтому нет. Раньше переживал. Там как-то прям на душе болело. Что-то свербило. Но это время прошло. Старикс проигрывает перестрелку. Фичу. При том, что Фич знал и понимал, где находится игрок защиты. Тот раскидывал. Калинка пропускает игрока. Но, по-моему, даже видел то ли тень, то ли какую-то текстурочку небольшую. Хуч через Молик побежал. Это отличная идея. Потому что Молтов и вроде как понимает, что там раскинуто. И это была отличная идея для команды. Андерпрэша. Хуч прожал Бустера. Кризен находится в медле. Находит Сезда. Но вот могли бы, наверное, всегда запустить под флешку в сотку. И попробовать как-то через это сыграть. Но, как мы видим, нет. Слишком просто. Калинка, уйди с зелени. Ну, я не знаю. Что-то у Калинки сегодня действительно не идет. Вот эти дуэли проигрываются очень жестко. Субик замечает оппонента. Да, Джейми прыгает как настоящий зайчик. И, в принципе, команде Андерпрэша уйти бы на сейв. Потому что может не хватить денег на раскидку. Потому что, конечно, Старик с Асист могут дать пару авиков. Но сами может не хватить на диван. Хотя нет. Можно идти до конца, подоставить. Но в детстве, например, скоментовки ретейк такой себе. И тут летает уже. Отвеча, подарок. Астанцы с последней калинкой. Также пройдет пересталку Джейми. 17 раунд для коллектива Авангар. А вот это уже неприятный сюрприз для Андерпрэша. Откровенно говоря. Потому что в атаке у самих ребят огромные проблемы. Табуляция для вас. После уже 32 раундов сыгранных. 13 фрагов у Гуча. 27 у Старикса. Он по-прежнему лучший в своей команде. И лучший на карте в целом. Серега тащит. Он шарит. СИС 22 на 19. Выравнивается Денис Костин. Скубик с 21 на 20. И у Калинки также не прет. Что-то прям совсем. И Авангары. 22 фрага у троих. Фич еще от Джейми и Кикер. 25 у Кризена. Ну и Бустер вроде как казалось, что он такой жесткий. Но у него меньше всех фрагов. Калинка! Наконец-таки доезжешь! Мать, неси шампанское открывать. Будем праздновать. Но погибает Старикс. Серега сыграл, по-моему, открыто. Но думал, что будут выходить из смока. Уже вышли. Поэтому получилось не так, как планировал игрок защиты. Кризен пошел дальше. На нотупках находится игрок защиты. Пропускает абсолютно всех тандерпрешек. Вот только возможно. Но вот Кризен будет костью в горле. 100%. Если внедриться в плент, где находится Калинка. При том, что Калинка не понимает, прошли игроки атаки уже или где. Еще и в поджиме играет Сист. И там, по-моему, была какая-то разминочка от Систа. Потому что Сист и как раз-таки под старой девяткой находится Кризен. Ну и кикер тут как тут. Там даже прошел игрок атаки. И все равно чекают данную позицию. Игроки команды Авангар. Калинка находит Кризена. Есть фраг. Тоже вовремя прощекал. Скубикс на контакте. На линейках я выключаю на X-Ray, потому что могу. Потому что я такой. Ну и в принципе 3 в 2. Нужно брать андерпреша данный раунд. Кикер дает минус. Остается очень хип-плоу. Хиповый Калинка дает размен. 20 секунд времени. Бомба лежит. Лежит и вся команда Авангард. Джейми очень больно. Джейми погибает от Калинки. Это нормально. Хотя бы в этом раунде Калинка показал, кто здесь отец. Литовский отец. Не так много у нас, кстати, на про-сцене игроков из Литвы остается. Раньше было побольше. Участвовали прям хорошие литовские команды в турнирах. Конечно, в турнирах Тер-2 и Тер-3 порядка, но их было побольше. Сейчас же у нас только Квик. Калинка и, пожалуй, и все. Хотя бы на Тер-2 уровне играют именно эти команды. Где-то. Хотя Андерпреш я не могу назвать Тер-2 командой. Тер-3, да. Скорее всего, Андерпреш и Тер-2, Авангар и Тер-... Ой, Андерпреш и Тер-3, а Авангар и Тер-2 команда. Сама по себе. Сис пропустил игрока. Ну, это бывает. Это нормально. На тебе в лицо. Ждем начала второй половины. И как покажет себя Андерпреша. Шансов у них, конечно, все меньше и меньше. Если бы они брали хотя бы два в защите, там еще где-то плюс-минус можно было сказать, что ну вот, у ребят есть шансы, чтобы выйти победителем в этой карте. Но с таким счетом нужно брать минимум два подряд, чтобы обеспечить себе хотя бы еще одни овертаймы. Три подряд за атаку для Андерпреша, но я в это не очень сильно верю. Нужно выходить на еще одни овертаймы и пробовать там закрепляться. Три подряд нет. К сожалению, нет. А, Эсперанто еще. Точно. Вот вы, красавчики. Эсперанто вспомнили. Да-да-да-да-да. Фларич не литовец. Фларич латыш. Эсперанто, да. Тут вы правы. Эсперанто, да. Из команды Империал. Хотя недавно выступал за другой стак. При том, что они этим стаком взяли себе квоту на европейский минор. Но сейчас смотрю то, что это команда. Господи, как же она называется? Сегодня только что играли. Ладно, не суть важна. Нюки. Нюки. Все реже тоже его видно. Хотя тоже нюки, да. Вот нюки, Эсперанто, Калинка и Квик. Которые раньше играли... Нет. Калинка и Квик раньше играли в топовой литовской команде. А вот как раз-таки Нюки и Эсперанто это новая школа. Это молодые. Очень молодые ребята. Начинается у нас первый девайсный раунд второй половины первых дополнительных раундов. Команда Андерпрэша в атаке. Две снайперские винтовки также для команды Авангар, как это было и для Андерпрэша. Бустер и Джейми будут играть с ЭВП. Фич, как мы видим, на нефтеном вагончике. Кикерт снизу. Возле катушек. Сист. Ну, кстати говоря, неплохой молотов. Мог бы быть. Сист выходит на контакт. Бустеру проигрывает перестрелку. Бустер занял нестандартную позицию для снайпера. Упорную. Конечно, Сист примерно понимал, где может находиться снайперская винтовка. Одна из. Но... Бустер отреагировал очень вовремя. Фич наказывает Старикса. Погибает еще и Скубикс. Хуч и Калинка остаются вдвоем. Ну и вот они приехали. Ребята из Андерпрэша. Первый же девайсный и первый же проигранный. По всей видимости. Еще, конечно, есть небольшие шансы, но... Один лишь. Калинка остается в живых. Дает два хэдшота. Можно попробовать еще. Но Кикерт не пропускает. Налетался дальше. 16-18. Два. Маппоинта для команды Авангард. Вэллинс. Точно. Вот он. Вэллинс. Они заменили сразу трех игроков, оставив только брата Никя Ковача. И остался там еще кто-то. И вот как раз таки пришли Некса. Из тех же Империал пришли Эсперанто. И кто-то еще был. Пятым у них там. Они этим стаком взяли себе квоту. При том, что называли с ним Вэллинс. Но сегодня Вэллинс играли в своем старом составе. Что происходит, я не понимаю абсолютно. Как это было? Для чего? Это бывает. Хорошая хэшка верхом прилетает в мидл. Ответная хэшечка также разрывает бустера практически на два бустера. Остается половина хп. У игрока защиты. Но Андропрэш нужно брать два подряд. Для того, чтобы только выйти на следующую серию овертаймов. Нюки молодой. Он в Тим Фортресс на проуровне играл уже много лет. Но да. Но в Кейсе-то он молодой. Я про это говорю. Джейми оформляет Старикса. Серега падает. Замертво. Но дает колл команде. Ребята, тащите Сист с АВП. Убирает бустера. Можно попробовать пройти на Аплен. Бомба забирается 50 секунд времени. Для Андропрэша под флажечку. Выпад от Скубикса. Кризен ждет за красным оппонентов. Клинка погибает тут же. Складывается еще из Кубик. Сист и Хуч вдвоем. Но и по всей видимости приплыли ребята из Андропрэша. А вот Отто еще был. Точно. Сист находит Киккерта. Хэдшота. Хуч должен выходить. По-моему Кризен он также заметил за трансформатором. Кризен. Прощай. Но тут же промахивается. Какая ошибка от Джейми. Нереальная флешка. Неплохая. Сист находит еще и Джейми. Сырится последней фичи. Фича тоже можно убирать. Сист. Денис Костин тащит. Квадрокиллом. Этот раунд для коллектива Андропрэша. Это еще не конечное. Потому что и такое тащится. Даже два в четыре. Чат знает все. Чат сегодня молодцом. Окей. Я понял. Я все понял. Спасибо, ребята, что подсказываете. Не получается смотреть за всей кейс-сценой. Но есть люди, которые успевают смотреть. И за тем, и за этим. Как их там не разрывает он. И я не понимаю. Да. Но насчет сербского состава я понимаю. Но типа. Мне интересно, что вообще творится в Эллианс. Потому что, ребят, я знаю некоторых лично. Была у меня возможность с ними пообщаться. Чуть-чуть совсем. Вот. Ребята приятные сами по себе. Поэтому, что у них там происходит, к сожалению, я не знаю. Молтовы в флешке, хаешкой. Защита откидывает. Очень неплохие гранаты. Но. Команда Андропрэша ничего не боится. Выходит на джейме. Погибает с кубикс. Отлетает также от кикерта. Сразу двое. Это два в пять. Но, по всей видимости, это все-таки раунды команды Авангар. И карта Дотрейн. Также, ребята, может уйти. Калинка не промахивается по джейму. Два в три. Бомбу можно поставить. Там битый Кризон попадает по нему прострелом. То ли каким-то, не знаю, чем-то сумасшедшим. Хуч. Дима! Повернись! Нет. Погибает. И Хуч, и Калинка. Это раунд для команды Авангар. Хотя шансы были небольшие, но все-таки присутствовали. 19-17. Команда Авангар обыгрывает Микс Андерпрэша на пике вторых. И, разумеется, выходит на свой пик карта Демираж, который Микс играет тоже, но сыграли всего лишь четыре карты в этом составе. И дважды смогли обыграть.